26 мая, суббота. На одной из улиц города с 10 часов дня стартовала акция по раздельному сбору мусора. Преимущественно люди приносят именно макулатуру, однако есть картон и изделия из пластика. Что примечательно, никакой материальной награды они за это не получают. Все участники акции понимают, что они занимаются полезным делом, дают старым вещам вторую жизнь. Один из участников этой акции Елена Шишкина. Сейчас она работает в экологической организации Greenpeace. Девушка была у истоков зарождения акции по раздельному сбору мусора в Рязани. С тех пор я собираю раздельно. Вижу, что это много смысла, потому что из всего того, что собирается раздельно, можно потом делать новые продукты, новые товары, новые вещи, чтобы за зря материалы, ресурсы не попадали. Акция продлилась всего два часа. По словам организаторов, участников обычно мало. При всей своей полезности движение это не очень популярно. Собранное вторичное сырье отправляют на сортировочный пункт. С каждой акции получается примерно 200 килограмм макулатуры и 40 килограмм твердого пластика. Организаторы акции отмечают, что называть все это мусором неправильно. Корректное название – это вторичное сырье. Ведь всему собранному можно подарить не одну новую жизнь. Бумага превращается в простой или белый картон, а макулатура станет туалетной бумагой. Пластиковые бутылки называют PET-бутылками. Они разделяются по разным категориям. PET-бутылки могут стать как новой тары, так и флаконами для чистящих и моющих средств. У бумаги до семи раз ее можно перерабатывать, но туда же можно добавить еще первичную целлюлозу. То есть она сокращает количество вырубаемых деревьев первичной целлюлозы. То есть в любом случае собрана бумага, это гораздо даже уже несколько раз переработано, это гораздо лучше, чем ее просто выкинуть. Ирина Куликова рассказала, что существует несколько ошибочных мифов, связанных с раздельным сбором мусора. Например, что собранную макулатуру везут не на сортировочный завод, а на свалку. Однако на сортировочном центре можно лично убедиться в том, что это не так. Еще очень большой миф по поводу того, что нет перерабатывающих предприятий в России. Их очень много, очень много. Они могут быть разного производительности, могут быть маленькие, которые у вас могут стоять абсолютно в соседнем гараже, и вы даже можете об этом не знать. Могут занимать большие территории, такие как РЗ, это мегамагнат переработки, допустим, картонных изделий и так далее. Сейчас на улице возле сортировочного пункта стоят контейнеры для раздельного сбора мусора. По словам Ирины Куликовой, экологическая организация ждала их довольно долго. И теперь, когда они появились, их установят в 22 дворах города до конца мая. Акция по приему раздельного сбора мусора проводится в Рязани каждую субботу с 10 до 12 часов. Место проведения можно узнать в группе в социальных сетях. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.